Значит, у нас тут образовался небольшой такой увечек. Тут вот вверху у нас всякие книжки. Фёдор Белезин – это председатель Союза писателей. Соответственно, написал ему такую книжку. Сейчас он служит в танковом батальоне «Дизель». Мы с ним пересекались на танковом батальоне, тоже познакомились. Нет, это писатель. Писатель и военный, кадровый, можно сказать. Кстати, может быть, вспомните, «Дизель» – это вот на открытии памятника «Мергенову» ребята выступали как десантники. Были головой бутылки и так далее. Ещё и было интервью у как раз танкистов. Многие у нас были музыканты, но только один решился вот сборник нам подарить такой своей. Мы даже не распечатывали его. Почему? Ну, не знаю. Вообще, мы здесь как-то ничего там не слышали. Все приходят, оставляют нам… Что там ещё есть? Журналы, в сакрайном смысле «Маророссии», «Аня Ревекина» книжки приносят постоянно. Вот ниже, ниже и больше. Вот тут такой прям «Привет» из Дебальцева такие вот, осколочки острые очень. Это мы вместе… Нет, этот осколок у меня шли вместе с… знаете, с кем? С этим писателем. С Шекспиром. Ага. Это мы с ним принесли. Это из Киевского района? Да, из Киевского района. К нам туда дама подошла, показала и выдала нам этот осколок. А вот это вот уже отовсю. А это уже с Дебальцева? Ну, это вот, кстати, вот это я принесла из-под моста, который обвалили. Моста на аэропорт. Вот, хвостовичочек, вот, милки. Ну, запридавленный танк. Вот, соответственно, такие уже убитые патрончики, там что-то еще поры даже есть. Видите? Такие от БТРа. Они ржавые уже, стрелять они уже, к счастью, не будут. Такая вот штука есть. Тоже. У нас билетов из трамвая и троллейбуса. Для музея. Вот, флаги всех организаций, которые только, которые только были у нас и с флагами, в общем, они оставляли тут. Это «Свободный Донбасс», это общественное движение. Одно из двух движений, зарегистрированных, которые тут есть. Ну, и немножко, да, немножко еще книжечек «Русское слово. Идеология Отечества». Сборник статей. Идеологи не дремлят. Дай только им. Приделы не дремлят. Да, книги пописать. Тут муза, попаяние. Все эти люди, в принципе, были у нас. «Самодержавие полу в России в феврале 1917 года не по имени царя, а по имени народа». Да, вот. Оказывается. Царь у нас святой. Народ виноват. А вот дальше презентуй. А, да, дальше. Тут вот наш общий план покажи. Или ты уже показывала? Стена почета. Да, Стена почета. Здесь приходили к нам гости, и пока было место, они расписывались. И вот на днях мы завели новый такой плакат, потому что, ну, как бы, места-то уже нету на старом. А люди все еще приходят. Кто у нас только не был? Да. Я увидел... Ой. Можно следующего приглашать. Да. Вот у нас тут и Джонни Коннеры, и Монтар. Министр труда и соцполитики. Ставрос, он вверху приходил. Это министр транспорта. Ну, вот, собственно, Ставрос... Ставрос. Да, это Ставрос. Это тут у нас... Министр иностранных дел. Какая-то... Это Первый Республиканский. Это министерство. Генедиректор Первого Республиканского и сотрудница Министерства информации. Уже вот, к сожалению, так вот именно даже не вспомнил. Субхаз. Абхаз. Ребята, пятнашка. О! Да, Лугов Константин. Он еще понят. Все люди, которые вы знаете, все они здесь были со всеми... И не раз. Да. Многие не раз были. С чистого листа. Это вот на гора, когда приходил, он такой, ну, парень. Ну, и скромный оказался. Уместо заняло много, но... Ничего страшного, стенка еще есть, и нам есть тут, что заклеить. Вот такие дырки. Да. Вот так вот. Ну, хоть откуси салата. Нет, спасибо. Я вообще без... Какие-то тепла. Так. Здесь. Ну, в секом случае... Вот отдохнул. Ага. Это же вы уже не видите, не слышите. Все, я отключаю. Вот так вот. Прямой эфир из студии. Такая экскурсия. Виртуальный тур. Ну, все, друзья, еще раз. На столе тоже муляж. Ну, да. Так, и о чем? О чем же речь? Так, это была не запись, это был прямой эфир. Нет, это было не было. Где мы видели, как он выхлеб покупал? Покажи, Понтик, Понтик, покажись. Так, а у нас через 4 минуты Новый год по Новосибирску. Давай, давай бы отметим лучше. Давай, открывай, посмотри. Так, ну все. Давайте. Ладно. Во, мы отметим точно. Мы отметим Новый год по Новосибирску, по нашему родному городу. Оливье у нас нету. Тут у нас есть кружки. И бокалы тоже нет. Там ничего не есть. Нет, у него лучше. Ну, это чай. Я, как будто меня тут можно. Наоборот, поставь. Так. Здесь, наверное. А, все. Все, друзья. Мы вот так вот интерактивно, значит. Я не вижу твой руки. Ты там еще не видишь? А что можно видеть? Не выбиваться из кадра, что ли? Чатик. Есть руками будем? Да, руками. Так. Да, это нельзя есть. Выбежь, есть. Не исполнили. На. И мне надо садиться. Да. Я думаю, что с тобой будет. А стоять я буду. Ну, вообще... Да, давай. Давай, стоять. Так, шивычка. У нас же кусок есть. Пластиковый. Так. Отель с водой. А у нас еще две минуты. Ну, мы как раз... Я успею развернуть все. Ну, если мама меня видит, мама, с Новым годом тебя. Да. С Новым годом тебя. Новосибирскому привет. Родному нашему городу. Да, смотри. Да, смотри. Сюда. А, вот. Новосибирскому. Видно нас. Ну, мы стараемся. Да. Вот. Аленя, спасибо. Поддерживала меня в этом году. Всячески. Пожалуйста, я поддерживаю тебя. Так. Слава Богу. В Новосибирске с тобой лупит вместе Юлия, если она нас смотрит, тоже... Проводку по-иделоски с подрывом, да? Ну, можно. Можно. Не-не-не. А что мне это? Не-не-не. А кто мыть будет? Ладно. По-моему, ты сбил что-то. Что это было? Ну, вивай. Он действительно когда-то попал. Сейчас ответка приедет. Вот. Ну, с Новым годом. С Новым годом, друзья. С новым счастьем. Однолюбовый застав, так говорят. По-моему, я по-моему... Да. Ну, ничего. Где-то точно на этот год уже настал. У нас часов просто нету. Но все равно с Новым годом, значит. Мы уже отмечаем. Ура! Ты нарушил меня за годов. Я нарушил меня за год? Да. У нас нету, к сожалению, пиротехники. Никакой. Там, кстати, давай окошку еще откроем. Я прям слышу, что там вообще гуляют уже. Ну, там гуляют. Собоим сибирскими. А вот звенят часы. Ага. Вот. Так вот, часы надо. Ты загадываешь желание? Нет. Чтобы стала война на Мальдивах. Я не загадываю желания. Я их выполняю. Ага. Да я загадываю желания. Все? Отколотила? Все, друзья. Да, довольно горько шампанское. Кстати, очень прилично я советую. Советую захватить Артемовск. Буддийское приездки. Да. А ты Олегу с тобой работаешь, кстати. Все. В Новосибирске Новый год. С Новосибирскому отметили. Закрывай. Ага. Как это может оказаться здесь? Да он уже скрипеть начал. Может, это не было опасно? Не знаю. Ладно. В общем, карнавальная ночь, друзья. Карнавальная ночь. Это чья-то пуговица, я не понимаю. Вот что прилетело из... Пробка из булочек. Может, это мой самолет? Не напоминай. Все. Уходим на рабочий стол. На карнаване ночь. Покажи рабочее место свое. Ой. Да. Ну, давайте я сейчас, если вот это вот уберу, я, в принципе, смогу... Нет, я не смогу. Я смогу. Вот этой? Да, вот этой. Ну, давай. Ладно. С ноги. Да, рабочее место мое выглядит вот так сейчас. Я не вижу. Все? Ну, с этой стороны, наверное, надо. Так я не могу дальше никуда привязывать. А, ну да. Там просто привязан надо. Пожалуй, не получится. Ну, вот так вот срываем покровы. Так вот это выглядит. Ну, чуть-чуть... Нет, в другую сторону. В обратную сторону. И еще. Ну, да. Практически так. Вот так вот это все и... Так и живем. Так и живем. Так, Юля здесь. Юля, с Новым Годом тебя. Дорогая... Юля. Дорогая... Можно поздравлять с наступившим Новым Годом. И вас поздравляю. Все, друзья. Небольшая пауза, после чего продолжим. Ну, небольшая пауза на фильм. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok